Привет всем, друзья! Сегодня мы поговорим о прогнозе современного Эйнштейна, самого цитируемого ученого и мыслителя планеты Ноама Хомского. Он один из немногих, к кому действительно стоит прислушаться, потому что все прогнозы, которые когда-либо звучали из уст знаменитого ученого, рано или поздно притворялись в жизнь. К тому же он редко ошибался, описывая время наступления тех или иных событий. Тем более интересно обсуждать их сейчас, при том, что великий мыслитель Хомский является нашим современником и, несмотря на свои 92 года, до сих пор занимается научной деятельностью, преподает в Массачусетском технологическом институте и носит звание одного из лучших философов-аналитиков в мире. С давних пор Хомский критикует внешнюю политику США, причем совершенно оправданно. Штаты вместо того, чтобы разбираться с собственными внутренними проблемами, предпочитают оценивать политику и слабые стороны других стран, причем в последние годы прицел явно повернут в сторону России. Каких только ни были с ней выдумывают зарубежные политики, чтобы выставить Россию в неприглядном свете. И речь не только о США. Сила и мощь государства российского не дает покоя НАТО. Так чего же больше всего боятся так называемые зарубежные партнеры? Пожалуй, премьер-министр Польши Матеуш Моровецкий сказал сразу за всех. И поводом высказать свои русофобские настроения послужил кризис на белорусско-польской границе. «Дамы и господа, я обращаюсь к вам, потому что Европа, наш общий дом, находится под угрозой. Давление Лукашенко и Путина уже ощущается по всей Европе. Каждый из нас платит при росте цен на энергоносители. Все это вызвано резким сокращением поставок газа в европейские страны. Но это только начало. Диктаторы не остановятся. Польша сделает все, чтобы остановить зло, угрожающее Европе». Как говорится, у страха глаза велики. А чего же все-таки боятся премьер-министры и президенты? Слушаем дальше. Президент Путин показывает решимость в реализации сценариев по восстановлению Российской империи. Сценарий, которому мы, все поляки, должны противостоять всеми силами. Но насколько невыгоден для Европы президент Путин со своей сильной позицией и мощным политическим стержнем, настолько и разрушительно собственная внешняя политика государств, видящих в России недруга. Каждый понимает, насколько опасна истерия, особенно подкрепленная неуемной фантазией и страхом. К каким действиям и последствиям для всего мира может это привести? У Ноа Махомского на этот счет есть важный прогноз. И каждому жителю планеты сейчас особенно важно понять смысл его слов. Ведь от наших действий и политического выбора, в том числе, зависит в прямом смысле будущей планеты и наших потомков. Как так, скажете вы? Очень просто. В 2019 году в интервью Владимиру Познеру Хомский сказал, цитата, «Что касается границ России и неоправданного расширения НАТО, положение таково, что ядерная угроза близка. Лучше всего это показывают часы судного дня, проект ученых-атомщиков». Эти часы сделаны в 1947 году, сразу после создания атомной бомбы. Часы показывают время до полуночи, где полночь есть момент ядерной катастрофы. Сначала часы показывали 7 минут до полуночи. В 1953 году было уже без 2 минут 12. В то время как раз США и Советский Союз испытывали водородную бомбу, и была вероятность, что не останется ничего вокруг. С тех пор стрелка часов колебалась. В 2017 году было 3 минуты до полуночи. После инаугурации Трампа уже 2,5 минуты. Прошел еще год, и осталось всего 2 минуты до полуночи. Но Хомский сказал фразу о том, что сегодня человечество как никогда близко стоит к ядерному катаклизму и экологической катастрофе. Причем часы судного дня далеко не единственный критерий оценки будущего. Ведь стрелки часов действия приводят вовсе не вселенский разум, а решение 53 лидеров в сфере глобальной безопасности и науки со всего мира, включающих аж 14 лауреатов Нобелевской премии. Дважды в год все они собираются для того, чтобы принять решение о переводе стрелок вперед или назад. Так или иначе, Хомский уверен в правильности их выбора. Сегодня на часах 23.58.20, что свидетельствует о переводе стрелки ближе к концу еще на 20 секунд. А теперь внимание. На данный момент это самое близкое к полуночи положение стрелок часов судного дня за всю историю их существования. Это факт, который никак нельзя оставить без внимания, как и личные рассуждения ученого о том, почему это может произойти. Для тех, кто забыл, это министры обороны пяти стран НАТО. От этих женщин в том числе зависит безопасность всего мира. И хорошо, если доверие к ним народа будет оправдано и в будущем. А их решение и решение других ведущих лиц этого направления помогут перевести часы судного дня назад. Но ученый Ноам Хомский утверждает, что самый вероятный сценарий – это ядерная война, которая будет начата по ошибке. И, следовательно, ответственность будет негласно лежать на каждом, кто выбирал своих управленцев, кто необдуманно принимал решения и был вне политики, не интересовался будущим мира и своим местом в нем. Большинство людей, по мнению ученого, не хотят даже думать о том, что является гарантом их собственного существования. Их это не интересует. Прогноз Хомского при этом достаточно печален. 90% людей рискуют отправиться к предкам даже раньше, чем могли бы, а оставшиеся 10 продолжат земной путь. В них войдут или умные, или богатые, или те, кому просто повезет. Хомский говорит, что картина реальных событий для большинства так и останется недоступной. Но он готов открыть истину, опираясь на свои знания и многолетний опыт. Что грозит миру, если стрелки часов останутся на том же месте? Цитата. Мир стоит на пороге бедствия. И это величайшая катастрофа в истории, связанная с окружающим миром. Если не прекратить химическую и другие виды атак на природу, мир растений, животных и насекомых, то экологическая катастрофа достигнет необратимых масштабов. Получается, мы имеем неутешительные выводы. Или человек сам спровоцирует вселенскую напасть, первым нажав на красную кнопку, или природа раньше даст ответ за долгие годы паразитического отношения человека. И вот, напоследок, еще одна цитата Хомского, произнесенная на Парижской конференции по глобальному потеплению несколько лет назад. Вот что я хочу сказать вам. Мы все не умрем, но будут потеряны наши шансы для достойной жизни в будущем. Экологическая катастрофа случится уже в этом столетии, если не противостоять глобальному потеплению. Результатом станет критическое повышение уровня океана, когда под водой окажутся целые города и даже страны. Сотни миллионов человек уже очень скоро будут нуждаться в переселении. Как вам такой прогноз от всемирно известного ученого Ноа Махомского? Согласны ли вы с ним или никаких угроз для человечества в ближайшее время точно не будет? Давайте обсудим в комментариях, и если было интересно, не пожалейте лайк. Подписывайтесь, чтобы смотреть наши ролики первыми и регистрируйтесь на официальном сайте, чтобы всегда знать о том, что нас ждет. Спасибо за просмотр. До новых встреч!